здравствуйте уважаемые подписчики моего канала и просто зрители сегодня у нас в работе блок edc17 cp14 с высоким теперь вот теперь от 11 это hyundai santa fe 2014 год нам нужно убрать игр спит лимит то есть убрать лимит скорости но и сделать тюнинг эти блоки 71 модулям и 7 flash не поддерживаются сейчас посмотрим как это выглядит работать будем адаптером от алексей рыжкова ссылку на покупку адаптеров я дам под видео и сканматик 2 в качестве интерфейса у нас будет использоваться давайте глянем что нам нужно подключить вот для 71 модуля подключения давайте попробуем сначала подключить для 71 модуля вот мы подключили наш блок по схеме 71 модулю но напомню 71 модуль работа только с низким теперь от теперь от 80 теперь от 11 он не работает давайте сейчас пробовать читать итак смотрим какой у нас здесь процессор стоит 1796 так открываем и 7 flash выбираем 71 модуль и делаем идентификацию вот он написал неподдерживаемая версия теперь от ошибка это означает что 71 модулем с этим блоком работать мы не сможем то же самое если попытаемся прочитать 71 модулем пароль пароль тоже не читается значит блок нужно вскрывать и использовать 53 модуль подключение у нас уже есть отсюда убираем только пины g5 окран и питание оставляем откручиваем крышечку крышку я уже предусмотрительно отклеил дабы не теряется драгоценные минуты вашего времени ничего интересного здесь нет прогрел по контуру и отклеил вот наша крышечка снялась так теперь наша задача подсмотреть бут пин для 53 модуля открываем хелпики выбираем едц 17 cp14 вот он у нас киа и смотрим где у нас бут пин подключение мы выполнили вот наш бут пин вот он обозначен красной точкой на плате бут пин выглядит вот так вот он наш бут пин вот сюда сейчас мы припаяем проволоку возьмем немножко флюса и припаиваем сюда вот это наш бут пин вот он это провод значит серый провод адаптера алексея рыжкова это один килоум на массу то есть бут пин что нам и нужно мы зацепим его сюда но для начала не подключая бут пин нам нужно сосчитать пароль открываем пися и не подключая бут пина включим питание не подключая бут пина выбираем infineon bsl 3 core и выбираем пароль пароль у нас киа hyundai теперь от плюс 8 и давайте теперь организуем чтение напомню бут пин подключать не нужно вот пожалуйста пароль успешно прочитан сохраним мы его на рабочий стол в папку santa fe и теперь мы будем читать флэш выбираем инфинеон 53 модуль у нас 1796 микро то есть почему именно так потому что флешки здесь нет внешний вот ее место внешний флэш нет вся информация в процессоре флэш и и про надеваем наш крокодильчик бут пин на припаянную проволочку и теперь давайте сосчитаем флэш сделаем идентификацию блок сейчас у нас будет режиме все правильно определился процессор 1796 и теперь нажимаем чтение он запрашивает у нас паспорт то есть пароль из файла мы ему показываем вот наш пароль и читаем флэш читает достаточно быстро с этим блоком можно работать и побеги ну это очень долго читает он его победит примерно часа два два с половиной там легче снять воздушный фильтр аккумулятор и спокойно вытащить блок управления двигателем зато будет полный фул в распоряжении и промплэш вот флэш прочиталась сохраняем также в папочку санта фе контрольные суммы корректные вот наша папка санта фе чтобы видно было здесь у нас сейчас help пароль и флэш так давайте теперь прочитаем и пром вот и пром 96 пароль у нас уже здесь задан так что мы сразу же читаем все и пром тоже прочитан сохраняем его в папочку теперь наша задача модифицировать файл и залить его обратно также с помощью функции bsl файл мы приготовили значит что нам нужно было сделать мы все сделали тюнинг egr убрали и speed limit то есть убрали ограничение скорости давайте теперь этот файл мы откроем и запишем выберем сначала микро затем откроем наш файл вот он и нажмем запись опять же берем из файла вот он наш пароль записывать только области по пропускать служебные оптимизация процесса записи автоматическое управление питанием эти три галочки мы оставляем и нажимаем окей флешер исправил контрольные суммы нажимаем продолжить и начинается запись вот так быстро записывает флешер пропуская служебные области записывать только области по отключаем питание блока отключаем буд отпаиваем проволочку нашу вытаскиваем штекера разъемы все адаптер нам больше не понадобится свою функцию он выполнил на отлично теперь прежде чем закрыть нам нужно взять герметик сегодня я буду использовать герметик вот такой фирмы permatex этот герметик очень хороший получается как резиновая основа держит он температуру достаточно высокую и низкую скажем так диапазон температур очень у него большой производства сша вот такой герметик давайте мы нанесем его на наш блок также аккуратненько наносим герметик без всякого уксуса клей очень хорошо заполняет все поры вот так мы наносим герметик и теперь закрываем нашу крышечку болтиком заткнули просто и все и давайте закроем крышку вот таким вот образом также лишний герметик спокойно мы снимаем ватной палочкой даем ему немножко подсохнуть вот наш пациент и сейчас мы блок будем ставить стоит вот здесь сняли воздушный фильтр сняли аккумулятор и вот на эти разъемы сейчас мы его зацепим вот ставится аккумулятор воздушный у нас стоит и давайте сейчас попробуем запустить это авто включаем зажигание так и заводим машина у нас заводится тюнинг сделан удачно турбо яма пропала на газ реагирует мгновенно работа выполнена успешно клиент останется довольным всем всего самого наилучшего крепкого здоровья отличных клиентов и много интересной работы и и и Продолжение следует...